Друзья, всем привет! Я рад вас приветствовать на канале. Вы все знаете, что уже совсем скоро появится новое обновление на всех устройствах. Да, сейчас только оно появилось на Android устройствах, но iOS устройства пока еще ждут. Это спокон вековая проблема разработчиков, но тем не менее она скоро появится. И самое интересное, что здесь добавят нам, это новые скины на все оружия. Сегодня поговорим про них, посмотрим, насколько они топовые, насколько они крутые и что стоит покупать в первую очередь. Как обычно, прошу вас подписаться на канал, поставить лайк этому видео, если вам оно было интересно. Ну а мы давайте приступать к первому новому скину. Итак, друзья, первый новый скин это посох. Очень симпатично выглядит на самом деле. Что же он нам будет давать? Скорость полета снаряда увеличивается, при атаке есть шанс выполнить супер выстрел. Что такое супер выстрел? Я думаю, что это какой-то заряженный выстрел, такое как у арбалета. Очень прикольно, но скажу так, что стоит это все полторы тысячи камней модификации. И скорее всего его мало кто будет приобретать, потому что мало игроков играют посохом. Лично я точно не буду. Следующий новый скин это скин на копье. Выглядит очень круто. Это одно из самых недооцененных оружий. Оно очень классно заходит как в ПВЕ, так в ПВП моде. Выглядит тоже довольно-таки симпатично. И способность его такая. Копье атакует быстрее. Это может сыграть очень хорошую шутку со всеми игроками. И игроки еще чаще будут использовать именно копье в ПВП режиме. Потому что если скорость атаки быстрее, и он будет стрелять как лук, то по факту копье будет намного сильнее лука. Так что задумайтесь о том, чтобы приобрести именно скин на копье. Следующий скин это скин на арбалет. Выглядит вообще космически. Вот наверное один из самых таких крутых скинов по внешнему виду. Он нам будет давать повышение урона от огня. Очень прикольно, потому что у нас огонь является одним из самых сильных стихий. Заряженные атаки могут повысить скорость способности атаки при попадении. То есть соответственно, если вы заряженной атакой будете попадать по врагам, то вы будете атаковать быстрее. Прикольно, прикольно. Стоит это полторы тысячи камней модификации. Но хочу напомнить вам, что этим оружием играет достаточно маленькое количество людей. Оно занимает, наверное, самое последнее место в топе по оружию, потому что оно не такое играбельное, как бы нам хотелось. Но внешний вид действительно очень и очень прикольный. Следующий скин это скин на пилу. Да, ребят, недавно пила появилась у нас в новом топе. Она действительно очень крутая. Особенно для игры в пвп режим. Очень много игроков используют ее. Но ей всегда не хватало атака. Особенно атака по боссам. И здесь разработчики нам это исправляют. Урон от яда повыше. Соответственно, пила теперь будет бить еще и с ядом, если у вас есть этот скин. А также дополнительный урон по боссам. Возможно, теперь пилой будут действительно больше играть в пве моде. Потому что, ну, действительно, урон по боссам, это может решить какой-то исход игры. Так что, если у вас есть 800 камней модификации, приобретайте пилу обязательно, и вы будете довольны. Следующий скин, о котором пойдет речь, это скин на косу. Коса является одним из самых сильных оружий в игре. Выглядит вообще просто космически. Мне действительно очень нравится. Стоит это все тысячу камней модификации, что, в принципе, не так уж и дорого. И по способностям. Критические удары приводят врагов рядом с вами в ужас, снижая их атаку и повышая полученный ими стихийный урон. А вот тут уже очень и очень интересно. Если, например, такую косу с таким скином взять, например, тому же Сильвану или Форену, которые обладают у нас стихийными уронами, то, соответственно, урон по врагам будет еще больше. И возможно, только возможно, ребят, это может быть новая мета для пвп режима. Но надо будет посмотреть. Надо будет приобрести этот скин и обязательно посмотреть, как он работает. Но скин выглядит просто космически. Так что, если у вас есть лишняя тысяча монет модификации, обязательно купите этот скин. Я думаю, что вы точно не пожалеете. Следующий скин, ребят, это скин на бумеранг. Выглядит, в принципе, я бы не сказал, что настолько лучше, чем предыдущий. Но, тем не менее, окей пойдет. Самое интересное, что это самый дешевый скин. Всего лишь 800 камней модификации. Кстати, прошлый скин, который вы видите на своих экранах еще рядышком с этим, давался нам совершенно бесплатно. К сожалению, этот уже бесплатно даваться не будет. И способность. Урон плюс 20 при возвращении. То есть, соответственно, если вы стреляете во врага, и потом, когда бумеранг возвращается к вам обратно в руку, и вы задеваете при этом противника, то плюс 20% урона. Кстати, очень интересно, как она будет заходить вместе с Таранисом и со всеми остальными персонажами, у которых есть тоже стихийный урон. Я думаю, что, возможно, этот бумеранг будет играбельнее сейчас больше, чем раньше. Потому что в последнее время бумерангом, в принципе, никто не играет. В основном сейчас в PvP-режиме используют либо лук, либо пилу для игры в PvP-режиме. Следующий скин, о котором мы поговорим, это скин на Демонический Мечград. Выглядит классно по сравнению с предыдущим. Я бы так сказал, такой золотистого цвета. Очень крутой. Но здесь есть один подвох. Да, ребят, это временное событие. И, скорее всего, этот скин можно будет приобрести только за участие в ивенте. Если вы не сможете участвовать в ивенте, а, соответственно, вы не можете донатить, значит, у вас этого скина не будет. Но, тем не менее, давайте о том, что же он дает. Повышает урон от гроз. И становится выше шанс ударить противника молниями. Тоже достаточно классно. Я бы его обязательно себе приобрел, потому что именно действительно внешний вид очень крутой. Посмотрим, какой ивент разработчики для нас запустят и сможем ли мы его получить. Потому что, если говорить о предыдущие ивенте, где можно было выиграть скин на лук, там было все достаточно сложно. Действительно, надо было потратить большое количество денег для того, чтобы получить этот скин. Но я знаю, что многие ребята получили. Ну что, двигаемся дальше. Итак, ребят, новый лук. Тоже выглядит прикольно. Ну, по сравнению с предыдущим, я бы сказал, чуть-чуть хуже, конечно. По способностям, друзья, это оскоки отражения плюс один. Интересно, как это будет работать. Возможно, сразу будут в этом скине встроены уже упругие стены. Если это будет так, то, ну, это очень сложно будет конкурировать с этим луком. Также это, друзья, временное событие. Вы сможете получить его только с ивентов. И, ну, пробуйте, пробуйте. Я думаю, что минималка это будет 100 баксов для получения этого скина. Посмотрим, получится ли у вас это сделать. Посмотрим, получится ли у меня это сделать. И если бы все-таки разработчики дали возможность купить его за камни модификации, наверное, этот скин я бы покупал один из самых первых в игре. Ну, а у нас на очереди уже, ребятки, последний скин на последнее наше оружие, которое присутствует в игре. И это, конечно же, старомодный меч. Либо, как его еще называют, антикварный. Выглядит намного лучше, как по мне, чем предыдущий скин. Стоит, конечно, космические 2000 камней модификации. Я сколько играю, друзья, у меня получилось приобрести всего лишь один скин на пилу. И еще сверху, в принципе, у меня уже есть около 900 камней модификации. Таким образом, мне действительно еще очень и очень долго собирать именно скин на старомодный меч. Что же он дает? Чем выше запас уже врага, тем выше шанс крита. Ну, окей. То есть, соответственно, в принципе, при боссах будет очень классно заходить. И боссов он будет просто уничтожать. Выглядит, еще раз напомню вам, что очень круто. И этот скин вы сможете купить. Ну что ж, друзья, такие скины нам вводят разработчики новые в игру. Вы обязательно приобретайте то, что вам нравится. Тем оружием, которое вы играете. Наслаждайтесь игрой. Получайте от нее удовольствие. Также, друзья, еще раз напоминаю. Не забывайте ставить большие пальцы под этим видео. Подписываться на канал. Проявлять активность. Ну, а мы с вами уже увидимся совсем скоро. Скорее всего, на стриме. Всем хорошего дня. И до скорых встреч. Пока-пока.